Усереждение начального профессионального образнования сегодня и среднего профессионального образнования, во-первых, размещается на самостоятельном гемельном усядске. Перед территорию усереждений учебных не должны проходить магистрально-инженерные коммуникации городского назначения. Все подъезды к зданию должны иметь дорогу и усядск имеют ограждение высотой не менее 1,2 метра. Ограждение не только от транспорта, но и от присутствия посторонних лиц. Моё мнение одно. Ни через территорию техникума, ни через территорию дворов проезд сквозной для всех посторонних, которые не имеют к этим домам, он не должен быть открыт. Вот такая ситуация. Сейчас здесь проезды, машины закрыты. Все сейчас ездят через территорию безопасности, там это познакомлено, там дети идут в школу. Ихние дети, которые учатся в училище, едут по этим же дворам, проезжают в училище, кидают в машину, нам не проехать, не пройти. Маленькие дети идут в школу в 19-ю, вообще невозможно, не проехать, не пройти. Когда здесь мероприятия проходят, машины покидают, вообще еще раз невозможно проехать. Просто люди сбрунтуются, просто дойдут до того, чтобы вытернуть эти ворота и все. Просто довезут, а что же. Такого не может быть, можно выйти. Просто можно два забора поставить вдоль дороги, на территории и около здания училища. И все, и проблема решена. Да, вдоль тротуара тогда даже не родители. Представляется главе. Так, давайте тогда теперь вот здесь, в этом зале, пожалуйста, будем голосовать, принимать предварительные ваши, предварительные. Мы не говорим, что они основаны сейчас на законе, мы говорим сейчас, что они основаны на жизнедеятельности района. Какие из предложенных вариантов вам больше подходят и какие неприемлемы? Мое предложение. Заборы, это я уже говорил, второе, круговое движение сделать. И все. Намного убавится поток. Вот здесь машина будет приезжать, или здесь, или хотите наоборот. Без разных. Здесь нужно круговое движение. Одностороннее вы имеете в виду, да? То есть одностороннее. Все. Ну, таких проблем. Аплодисменты. Школа. Здесь школа. С той стороны идут в 19-ю школу. С нашей стороны идут в 26-ю школу. У нас тротуара нет. Понимаете? Надо открыть. Все. Все дороги надо открыть. Кто? У техникума. У 14-ю, у 16-ю наоборот. У техникума. У техникума. У техникума. Так. Пожалуйста, кто у нас протокол ведет, хотя бы вот приблизительно посчитайте, чтобы у нас было какое-то процентное соотношение. Если мы проголосуем за открытие всего, завтра двери не откроются, потому что это федеральная собственность. Это даже не муниципальная, не областная, это федеральная собственность. И нам, чтобы подойти к решению этого вопроса, к открытию дороги через училище, это надо как минимум собрать тройную комиссию муниципалитетов. Мы не... Я сейчас... Ну... Подождите. Подождите. Дослушайте, моя хорошая. Дослушайте. Значит, собраться... Нам же нужно стратегическое решение тогда этого вопроса, не только тактическое. То есть мы должны тогда собраться с правительством Саратской области, в чьем ведении находится училище, то есть Министерство образования, пригласить Росимущество Российской Федерации, чья земля, и тройственной комиссии принимать решение, плюс безопасность. У меня в данном учебном заведении учатся двое детей. Я сама часто бываю в этом районе, подъезжаю в том числе в учебное заведение. Я езжу как со стороны жилгородка, так со стороны новых микрорайонов. Вот что хотел сказать сотрудник прокуратуры, зачем вас сюда собрали, если изменить нельзя. Ситуацию с земельным участком техникума изменить нельзя. Она будет закрыта, что бы вы ни приняли, что бы ни говорила сейчас местная власть, прокурор, она будет закрыта. Пока не изменится федеральное законодательство. Как все школы, как все садики, как все больницы, будет закрыта. Но, если у вас пожар, если у вас скорая, которая может проехать только через училище, вы звоните в канцелярию и вам откроют. И спецмашина проедет без препятствий. Мое предложение, поскольку речь идет о предложении. Вот, откройте, пожалуйста, последнюю схему. Поскольку земельный участок техникума ни под каким предлогом все равно не откроют, рассматривать можно варианты исключительно вокруг техникума. С закрытием ли проезда с Саратовского шоссе, с открытием ли всего остального, кроме проезда через техникум. Но эта ситуация, понимаете, как у хирургов есть, да, сочетанная травма. Вопрос не в самом проезде, в круговую, одностороннем или каком-то. Вопрос в том, что когда эти дома строились в 70-е годы, на каждый дом приходилось под два автомобиля, а не под два автомобиля на семью. Поэтому вопрос стоит в том, вот Владимир говорил, да, нужно глобально смотреть. Проблема-то ведь здесь не у вас, проблема в том, что водители других районов, проезжая по Комарово, принимают вот все всю улицу и по Шорста, и по вашей улице. А буквально после 3-4 дня рассматривали, да, те люди, те водители, которые живут в вашем микрорайоне, дома не единицы, то есть они никакой погоды не вьет. Самая главная проблема – это минимизировать маршрут на Комарово и из Комарово на 100 шоссе. Вот это проблема. Получается так, что принципиальная задача какая? Перекрыть транзитный проезд через герзит дороги, правильно? Значит, какое у нас, для вас, исходя из этого, вывод между собой, мы еще когда вы там пытались перекрыть, уже между собой начали ругаться, и здесь между собой ругаетесь, что мы вам хотим предложить? Значит, в любом случае решение будет принимать комиссия по безопасности дорожного движения. Я являюсь заместителем председателя комиссии, Павел Степанович ее руководит. Там собирается большое количество людей, ГИБДД, транспортники, всех, кто занимается этой проблемой. Мы на ближайшем заседании этой комиссии рассмотрим варианты, и какой-то из них примем, он принципиально будет не допускать транзитного движения через вашу территорию. И, что называется, запустим этот вариант. И вместе с вами посмотрим, ну, на практике, что получится. Если ситуация будет более-менее приемлемая, мы ее оставляем как есть. Если неприемлемая, мы с вами опять в любом формате собираемся и говорим, вот здесь вот хорошо, здесь надо что-то переделать, или вообще плохо, давайте там по-другому. То есть в любом случае тактического решения мы с вами можем принять только вот такое.